Знание о том, как себя вести с благостными, страстными, невежественными людьми, приводит жизнь человека в полную гормонию. Ему же не надо, страдает. Если он разобрался во всех, ну и страдает. Потому что от благостных человек людей он ждет взаимности и дожидается. От страстных человек людей он не ждет взаимности, он просто с ними сотрудничает. Вот ты живешь вместе с человеком для чего? Для того, чтобы простить детей, наслаждаться жизнью вместе с ним. Но ждать взаимности не придется. Взаимности можно ждать только от человека, который стал на путь самосовершенствованием. Как он выглядит? У этого человека есть колоссальная отличие от всех остальных. Он готов слушать от кого-то знания. Понимаете, если человек никого слушать не хочет, это страсть. А если человек сам всем говорит, да я вам сейчас расскажу, но слушает никого, у него нет старших. Это невежество. У страстного человека есть старшие. Есть старшие, которые приносят ему успех с точки зрения денег, власти, богатства. Они слушаются, страстные люди. Кого? Богатых людей слушаются. Консультантов по бизнесу. Но они, человека, которым дают ему нравственное образование, слушаться не будут. Кто такой благостный человек? Это тот, кто слушает уже как жизнь. Это признак того, что разум имеет кардинальное отличие. Понимаете? И это как разные измерения. Понимаете? Вы приходите домой, говорите, послушай лекцию, слушай классную лекцию. Какая лекция? По бизнесу это лекция. А этот человек, как она? Это значит, что этот человек живет в другом измерении. Вы скажете, что тогда делать? Я вот в этом измерении. Он вот в этом измерении. Как мы вместе жить-то будем? Так вот, вы в разных измерениях живете только для того, чтобы помочь этому человеку. Понимаете? Бог вам дал его для того, чтобы вы его подняли. И делать это надо потихоньку, ненавязчиво. Знание в сердце всегда близкого человека приходит только через доброту. Доброта означает, не трогай его. Не надо никого раздевать. Живи правильно. Прощай. Терпи. Он от твоей доброты сам будет развиваться. Он будет вдохновляться, сам меняться, потому что ты его не трогаешь. И он счастлив, он чувствует себя свободным рядом с тобой. Ему хорошо, и ты все равно, твоя правильная жизнь будет орошать его. Знание никогда человек не может сердцем отвергнуть. Если он видит, что человек лучше живет, он пока не понимает, лучше или хуже. Но он чувствует, что это хорошо, это интересно. И постепенно сам к этому приходит. Но если вы начали добить на близкого человека, никогда ему не поможет. А только наблюдить. Ты неправильно живешь, а я правильно. Давай действуй вот так, послушай лекции. Там не так правильно сказали. А еще особенно женщины, мужчины, на каждое слово. А вот Олег Геннадий. Что же мужчины? Можно не в бою вообще такое вообще? Что он с ней сделал, с ней женой? Понимаете? Правильное мышление просто. Не надо не понукать никем от своего мужа. Живите радостно со своим близким человеком. Видите, что он в страсти, и не лезьте ему в сердце. Бесполезно. В сердце можно лезть только благостному человеку. Живите рядом, живите для детей, для работы, для развития. Сотрудничайте с этим человеком. И постепенно очищайте его существование своей благостной жизнью. Очищайте его существование. Придет время, он 100% поменяется. Не бывает так, чтобы солнце восходило, солнце вашей судьбы восходило, и судьба была в тени. Она тоже осветится светом. Это же ваша судьба. Солнце восходит, все освещается. Таков принцип жизни. Никогда не бывает так, чтобы зло победило того, кто творит добро. Человек идет правильной дорогой, все расчищается в его жизни. Все, что было плохим, становится лучше, 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 лучше. Все. Я когда встал на этот путь, мне было 12 лет. Я начал работать над собой, изучать, как правильно жить. Все, что меня окружало, было плохо. Все вокруг пили, ругались. Жили плохого сознания. Не было молитвы, не было Бога. Ничего вокруг меня хорошего не было. Только одного друга мне Бог дал, с которым я мог общаться на воздушном пилище. Только одного человека на всей земле. Все. Больше ничего вокруг меня хорошего не было. Сейчас, прошло как бы 40 лет, нет ни одного человека вокруг меня, который бы не работал над собой, не развивался. Который бы хотя бы тень имел желания быть в страсте. Все как бы работают с собой, все развиваются. Никто не пьет, никого не курит вокруг меня, никто не бросает жены. Понимаете, вот все мое окружение такое. Все меняется в жизни. И я вижу это, например, у людей тоже, у которых меня, у которых слушают лекции, даже развиваются. Это все не за 5 минут происходит, это годами все меняется. Но меняется жизнь, меняется человек. Надо верить в это, идти этим путем. Так оно будет происходить. Так оно будет происходить. Отлично.